Наверное, самый типичный вопрос, который задают при начале интервью, когда общаешься с бойцами. Как вообще началась ваша история, как вы попали на СВО? Ну, это было еще 22-го года СВО начался. И вот с братом мы работаем в постройке, работаем отделкой. Ну, и сидели, и в апреле в конце решили, что если год ждем, не заканчивается СВО, и поедем помогать родине. Ну, то есть это уже был какой-то осознанный выбор? Вот мы вот и год, и готовились. Морально мы приготовили все там, и физически готовились, то есть бегом, ходьбой занимались. Это уже у нас все сразу. Ну, вот и этот. И в мае 23-го мы уже подписали контракт. Уже подписали контракт? Да, в мае подписали контракт, работы все остальные закончили, которые есть. Объявления убрали. Ну, и вот так и приехали сюда. Вы говорите, занимались там бизнесом, стройкой. То вот в каком городе, родом, откуда вы? Я Ханты-Мансийск. Занимались по округу, то есть Нефтьюган задевали, Сургут задевали. У меня брат Нефтьюганского района. Ну, и в основном вот Нефтьюганск, потому что там и Сургут, Путях, Пойково. Ну, вот такая. Ну, и Ханты-Мансийск, конечно. Вообще специфика вашей работы, она в чем заключается? Ну, мы в мотострелке, в основном на обороне. Первые приехали в июне. Потом подготовка. Здесь уже готовились. Это примерно 15-20 дней, наверное. Ну, и потом на оборону в сторону Кременной. То есть та часть Луганской народной республики, да? Да, вот там. И осенью уже сюда приехали, в Донецке. И вот в декабре уже боевые действия. У нас уже в сторону Авдеевки началась. А когда были под Кременной, там тоже в боевых действиях участвовали? Да, мы сразу первые попали на первую линию. То есть вот они, как бы украинцы и мы. Метров 150-200 вот так стояли. А вы с братом сразу вместе пошли, получается? Да, он пулеметчик, я помощник пулеметчика. Вот мы поработали 8 месяцев в пулеметном расчете. И как вообще ощущения были? Ну, ничего, хорошо. Ну, нам по годам-то у нас уже как бы ему 48, мне 47 будет. Ну, уже физически, конечно, чувствуем, что физически поуставать начали. Ну, и этот. Нас просто стрелками сделали. Ну, и ружья дали еще. Простые ружья, кладкоствольные. Вот этот, ну, против дронов. Ну, а так работаем. Вот пока так, стрелками. Свою первую боевую задачу помните? Да, помню, конечно. Расскажите. Ну, а что, приехали, ночью нас завезли, потом мы, ну, каждому показали по окопам. У нас позиция была пулеметчик, помощник и еще двое стрелков. И такое место, там, болотистое место было. Ну, и этот, ту сторону мы вот держали. Тоже это, ну, пулеметчик, он всегда это такое место занимает, который... Ну, это надо быть физически крепким мужчиной. Ну, да, и еще надо занимать такое, что этот, места, которые, ну, враг, чтобы не прошел, прям этот, отразить те, вот, на наступление. Ну, так... Ну, вот первая боевая задача, первый выход в какую-то точку соприкосновения, вот он вообще вот помнится, в голове вашей остался? Ну, мы там в обороне в основном сидели. То есть, у нас наступления никакого не было, мы только чисто на обороне сидели. Вот и этот, когда наступает, мы обороняемся. Вот у нас задача вот такая была. А наступления мы, ну, наша именно группа, ну, взвод, рота, у нас этот не было. А как так получилось, что с Луганской народной республики, да, из-под Кременной, вас ротировали в Донецкую народную республику? Это решает командование. Нас отправили сперва на границу Луганск-Донецк, ну, и потом Донецк сюда. Ну, и вот в сторону Авдеевки наше направление было. Уже по полигонам ходили, учились, по окопам работали, ну, как работать в окопах. То есть, уже на штурм готовились. Ну, и 10 декабря первые выходы были у нас в сторону Авдеевки. Сколько в общей сложности вы сейчас в зоне СВО находитесь? Вот 11 месяц, 20 числа 10 месяцев было. 11 месяц сейчас пошел. Ну, будем считать, практически год уже, да? Ну, почти, да. Подходит к завершению. За этот период вообще специфика войны, ее, так скажем, какие-то особенности, вот год прошел. Что-то вот изменилось в течение этого года, вот по сегодняшний день? Ну, по-боевому скажу, что сильно изменилось, потому что мы когда в Кременной были, у нас там коптеры, птички так не работали. А сейчас жестко работают. Что с нашей стороны, что с их стороны. Ну, в основном сейчас по птичкам начали работать. Ну, и арта, минометы. С той стороны? И с той стороны, и с нашей стороны, да. Ну, вот такое. Ну, пожестче стало. Прям пожестче стало сейчас. Вот тактика ведения противодроновой борьбы, она вот на ваших глазах, можно сказать, менялась, да? И вообще, ну, улучшения есть какие-то, вот именно чтобы бороться с птичками? Какие-то, может быть, истории есть интересные как-то, может быть? Не, ну, бороться, бороться я не знаю, этот, у нас есть, как они, противодроновые, ну, у нас именно в отделении, у нас такого нет. Как бы выдавали, мы работали, там, я не помню, как они назывались, там, дипломатики, там, этот. Ну, противодроновая система, я понял, да. А нам вот выдали гладкоствольное оружие, вот им работаешь, он, ну, хорошо бьет. По птичке? Да, да, да. Если он дает нам побить себя, ну, если не больше, примерно 70 метров, он хорошо берет. Два выстрела, все, уронили. А вот этим сейчас пошли такие новоделы, да, что машину ее пытаются как-то защитить, ставят различные сетки. Вы когда передвигались, вот на ваших глазах, наверное, это начиналось, да? Помните это? Да, да, да. Вы тоже укрепляли машину, защищали? Нет, мы, у нас это механы укрепляют, то есть они работают, у нас ПМП-2, ну, ПМП-1 и ПМП-2, вот они укрепляли, а мы передвигались, конечно, с ими. Ну, вот я имею в виду, что конкретно ваше отделение, оно было вот защищено, да, транспортные средства были защищены? Ну, здесь всякое бывает, честно, вот не могу сказать, что как укрепление защищает, я не могу сказать. Птичка не прилетала ни разу в машину? Ну, я не видел, мы, ну, быстро работаем, то есть можем иногда не доехать, метр двести, мы выпрыгиваем, они уезжают, все, а остальное мы-то как бы не замечаем. Ну, в моем случае не видел, а так, этот, бывало, что сбивали, и это такое, да. Все-таки большую часть вашей работы вы пешим шагом, да, все отрабатываете? В основном, ну, мотострелковый, мотострелковый батальон, в основном пеший, и идем пеший, потому что технику, технику за один раз угробить, это ноль проблем, а так пешком хоть этот, лучше, ну, и птички сильно, это на одного не работает, если дистанцию соблюдаешь. Ну, все-таки, возвращаясь к теме, сейчас такой горячей, это Авдеевка, насколько я знаю, вы недавно только вернулись с боевых задач, может быть, что-то расскажете? Ну, честно скажу, сильно не могу сказать, у меня это, я вот сейчас после ранения, сейчас у меня освобождение есть, 15 дней, ну, после ранения. Ну, вот этот последний заход, это сильно, ну, в основном они птичками работали и артой, стрелкового не было. Вот они нас, и вот это, первые, первые ранили меня, и потом, ну, вытащили наши, этот, эвакуация. А остальное я, как бы, уже не видел, что там было, что-то. Ну, а так... В общем, горячо было, да? Ну, горячо, да. Ну, наши парни идут вперед, справляются? Идем вперед, особенно, ну, всегда идем вперед, назад у нас дороги нет, только вперед. А так, я не знаю, что сказать еще. Ну, ваше отношение, вот, за этот практически уже завершенный год, да, который вы здесь находитесь, ваше отношение, оно как-то вообще поменялось, может быть, вы пересмотрели свои взгляды, может, вы на что-то смотрите по-другому, или все, вот, конкретно, вот, мы идем до конца. Нет, мы идем до конца, конечно. Мы с братом еще, у него, у него три сына, получается, уже старшему 24, а потом 20-19, моим 20-19-17. Ну, вот, как бы, этот, рядом-рядом идут скоро, и в армию этот, но и поэтому не хотим, чтобы они задевали эту войну. Ну, то есть, вот, ее надо пресечь на корню. Да, 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 да. Поэтому мы, вот, первого у нас, вот, из-за детей мы шли, не только из-за своих детей, ну, за детей, чтобы они не видели эту войну. Родину все равно защищать надо. А назад отступать уже, этот, надо уже до конца, до победного. Ну, и победа за нами все равно будет. Вот сейчас, говорите, вам дали отпуск практически две недели, чуть больше на один день. Собираетесь в округ вернуться, домой, близких, родных повидать? Нет, нет, пока, пока здесь, пока я здесь, отпуска они хотели дать, но следующее через 15 дней, через 15-20 дней я в отпуск уже официально поеду. Так просто дали отдохнуть? Да, 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 здесь пока отдыхаю. Пока вот так, этот, 15 дней примерно в госпитале, ну, и 15 здесь, ну, и потом в отпуск. Находясь здесь практически недалеко от линии фронта, здесь, в принципе, вся зона СВО, она и есть зона СВО, насколько часто удается с родными и близкими общаться? Не, ну, пообщению у нас город рядом, связь есть у нас, Феникс работает, можно пообщаться любое время, как бы, этот. То есть проблем, как бы, с этим? Да, проблем с этим нет, у нас. В Абдиевке тоже, как бы, проблем нет, там мы установили, кажется, две антенки, там тоже проблем не было. Такой этот. Вот я имею в виду, что вот есть же все равно иногда такая необходимость сообщить, что я живой, все нормально, все в порядке. Да, 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 есть поговорить, есть этот, тоже можно и по видео поговорить, ну, чтобы показать, что все, с нами все хорошо, приветы передать. А вот связь с округом вообще, насколько поддержка из округа, она сейчас вот идет и чувствуется, ощущается ли? Ну, поддержка из округа, они вот, в основном, куманитарка приходит нам, вот такой этот, ну, вот из всего, что я хожу, это я ничего не покупаю себе. То есть, меня одевает вооруженные силы России, округ, ну, а больше ничего такого, ну, ничего не покупаю. Если что-то, если только, ну, что-то необходимое такое, только так, а так ничего не покупаем. Ну, конкретно до вас доходила гуманитарка? Ну, они приходят, в одежде приходят у нас, в этот, ну, разные в одежде приходят. Это форма у нас, как бы, дали нам вооруженные силы, мы вот эти входим по основу. А так гуманитарка, ну, они разноцветные бывают, кто-то, кому какое попадется. Поэтому, в основном, вот такие пикселя, или как они называются. А гуманитарка приходит, ну, всякое этот приходит. Ну, то есть, поддержка, она есть, она ощущается. Да, поддержка есть. Я считаю, это самое главное. Когда возвращаетесь с боевой задачи, вот, с передка, буквально недавно приехали, ну, не будем считать сейчас ранение у вас, как бы, да, немножко другая обстановка. Когда раньше приезжали, ну, как вообще отдыхали? Как себя как-то перенастраивали, или старались как-то, может, отвлечься, чтобы немножко просто прийти в себя после тяжелых боев? Ну, как, у нас первый день, первый, например, приехали днем или вечером, приехали. Мы знаем, что у нас здесь уже не летают, у нас уже по нам не стреляют. Уже как бы начинаешь расслабляться. Ну, первый день сразу, первые сутки, может быть, сразу не получается расслабиться полностью. Вот ходишь все равно на небо иногда подглядываешь. По привычке, да? Да, 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 да. Когда на улицу выходишь или покурить, там, или ты все равно на небо подглядываешь. Ну, а что так, это-то, здесь, ну, вкусно приготовить. У нас хотя и кормят здесь. Ну, что-то сами приготовят в казане, там, например, плов хороший. В баню сходить, да, в полевую. В баню сходить особенно, да, у нас полевая баня есть. В баньку сходить. Ну, и этот, и решать вот эти, которые мы, как заходили, ошибки смотреть. Может, какие-то ошибки были. Вот, ну, в основном вот так начинается. У нас с ошибок начинается. Ну, с самого плохого, а потом только уже, которые вот мы выполнили. Или выполнили, может, не выполнили. Ну, вот такое. А с ошибки надо, с ошибок, и вот. И иногда бывает, что со своих ошибок и учимся. Пользуясь возможностью, возможно, что-то захотите сказать землякам, ханты-мансийцам. Ну, хочу передать привет всем, родственникам, родным. Маме хочу передать привет, жене хочу передать привет, детям. Они у меня все равно увидят. Победа за нами все равно будет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.